Ну что, ребят, добро пожаловать на 14 этап Формулы-1 на Грам-при Италии. Да, последний европейский этап Формулы-1 в этом сезоне. К сожалению, Европа у нас заканчивается, и впереди у нас начинаются уже азиатские этапы, также в России этап будет, и также еще американские этапы. Собственно, Италия самый скоростной трек в календаре Формулы-1. Также по последним сезонам было видно то, что и самый боевой, поскольку здесь происходит немало обгонов, и причем здесь борются даже те болиды, которые по сути не могут бороться с другими, то есть по типу Терроросы там борются с еще какими-то болидами и тому подобными. Собственно, это из-за того, что здесь все-таки превалируют большие скорости, и тут важен ваш двигатель и шасси. А резинка здесь в меньшей степени играет роль, но есть только сопротивление лобовое и не более. У меня же ожидания какие были, то, что я уже видел по своему времени, я понимал то, что я спокойно смогу выиграть без каких-либо проблем, но и также было опасение у меня по поводу комплекта Medium, на котором в тестах я не мог нормально ехать, и просто к первой шикане у меня наоборот случалась блокировка передних колес. Ладно, вернемся к этому чуть позже. Так, стартовая решетка. Первый Ленд Строу, второй Сергей Сероткин, третий Себастьян Федли, четвертый Стванкун, пятый у нас Чака Перес, шестой Даниэль Риккардо, седьмой Ника Хюкенберг, восьмой Вальд Реботтас, девятый Карл Сайенс и десятый Я. Почему у меня штрафы? Поскольку я заменил какие-то элементы, какие уже честно не помню. Ну, вроде бы двигатель взял новый или какой-то другой элемент. Ну, короче, то, что мне подознастилось, но в принципе, окей, я готов был стартовать из середины пелотона, поскольку у меня есть темп, почему бы и нет. Это в предыдущих этапах мне порой приходилось мудриться стратегией и пытаться по-разному проехать. Стратегия на гонку у нас также в один пидстоп, но как в один, изначально я задумывал два, то есть я думал, как бы мне проехать гонку, не потратив при этом медиум, поскольку, как я начал говорить, у меня было плохое на нем сцепление, и поэтому мне было на нем некомфортно. Собственно, меняю себе промежуток, ставлю себе софт, и причем я решил еще зачем-то добавить еще один супер софт. Не знаю, честно, для чего это сделал, поскольку можно было, в принципе, доехать не на одном пидстопе, то есть супер софт-софт, но вот в мою больную бушку что-то взбрело такое. Ну, в принципе, я опирался на то, что у меня был все-таки темп, и типа даже если вильямсы возьмут медиум, я смогу за счет этого темпа нагнать их. Ну и переходим ко старту. Гассан, красные огни, и мы срываемся с места. Неплохо стартую, сразу же пытаюсь увязаться за Ботасом. Сайенс тоже неплохо стартовал, тут же пытается обойти Ботаса. По итогу первый шиканик, все выходят бок о бок, я же, как самый хитрый, обхожу по внутренней траектории сразу два болида, и потом еще пристраиваюсь к Рэдбулу и Хилькенбергу, но, к сожалению, Рэдбулу и Рикерда мне не удалось упредить, но, по крайней мере, разобрался со второй реношкой. Ну и, собственно, старт этого камеры, такой-то неплохой старт. Вандор у нас, как обычно, где-то стартует позади, к сожалению, не знаю, с чем это связано у моих напарников, все время они плохо проводят сезоны. Ну да ладно, собственно, вот наша борьба, чуть ли не втроем мы входим с Хилькенбергом и Рикердом, но потом Хилькенберг решает все-таки оттормозиться, и из-за этого он попадает в другую ситуацию, то, что он все равно входит втроем, они вместе с Сайенсом и Ботасом, и у них там вот придется вся такая небольшая заварушка. С Рикердой я расправляюсь ко второй шикане уже, и начинаю погоню за лидерами этого заезда, которые все-таки были Вильямс, и которые могли все-таки оторваться на ранних стадиях, что очень-очень печально для меня. И на первом круге у нас появляются машины безопасности, из-за того, что в борьбе между Ферстаппеном и Ботасом произошел контакт, Ботаса развернуло, и потом Хас въехал в Ботаса и сломался себе передний антикрыл, а из-за этого там еще и Вандорн въехал, ну и по итогу такой небольшой завал произошел, но без каких-либо тяжелых потерь. По итогу рестарт на третьем круге у нас, круг, который уже позволяет использовать ДРС, но так как был рестарт в гонке, то ДРС мы не можем использовать до следующего примерно круга. Но на прямой мне в принципе и не нужен ДРС, спокойно увязавшись за Пересом в Слепстриме, обхожу его, но совершая ошибку на торможении, пролетаю в первую шикану, чуть не уезжая в Феттель, мне повезло, что он еще тоже ошибся на торможении, заблокировал все колеса и не стал поворачивать, из-за чего, конечно, теряю немало позиций, которые отыграл при такой себе ошибке, и также еще меня обошел Хюлькенберг. Вот, собственно, как это выглядело, также еще и впереди Велимсы сражались, я так еще пролетел неплохо, и да, вот из-за того, что Велимсы вот так весь этап сражались, по сути, я смог за ними увязаться, и смог за ними как-то вот проехать. Собственно, вот ошибка Феттеля, он тоже перетормозил, но я просто в миллиметре от его переднего текла проехал, когда он начал поворачивать. По итогу, да, надо было наверстывать упущенное, по итогу Хюлькенберг с Риккярдо начали бороться между собой в конце второго сектора, и по итогу Хюлькенберг выигрывает эту борьбу, и начинает уже преследовать две Форс Индии впереди идущих, и также уже пытается опередить одну из них, но, к сожалению, она его выталкивает немножко, и также еще блокирует топ Акона, то есть перезаблокировал Хюлькенберг. По итогу, я еще поздним торможением залетаю во внутреннюю часть поворота, и опережаю сразу и Риккярдо, и Хюлькенберга. Потом, на стартовой прямой, собственно, снова Слепстрим, без каких-либо проблем догоняю Переса, разговариваюсь уже до 360 км в час, был бы Дрест, думаю, до 370, без проблем разогнался бы. Но атаковать его не стал, поскольку он сам перестроился во внутреннюю часть поворот, думал, наверное, обойти Акона, но по итогу он его не обошел, я тоже не обошел его, ну, как-то так и вышло. Но к следующему кругу я уже был поближе к нему, нежели тогда, и плюс вот даже произошел, может быть, небольшой контакт, он отрулил влево, и по итогу еще и затормозил. Но прямой Слепстрим, мой лучший друг, собственно, спокойно опережаю за счет него Акона уже на торможении, в этот раз пытаюсь не совершить ту же ошибку, что совершил тогда на рестарте, когда улетел просто, и спокойно обошел Акона, который даже сместился за чем-то прям очень-очень вправо, и по итогу проходил поворот по очень плохой траектории, довольно медленный даже. Позади у нас Райкенни сражался с Ботасом, и по итогу у них борьба передастла в то, что Ботас совершил ошибку, и врезался в отбойник, из-за чего потерял часть переднего антикрыла, и, как итог, еще и потерял позиции, даже Вандор начал постепенно проходить. К шестому кругу я догнал уже Феттеля, и впереди два Вильямса, до сих пор не отъехали даже от Феттеля, который героически держался за двумя воюющими между собой Вильямсами, но пришло время его отдать позицию номер 3, без каких-либо проблем обхожу, уже разгонялись до 370 даже, ну, думаю, под слепстримом, до конца прямой можно разогнаться даже больше, при максимально выкачанном болиде. Со Стероткиным, точнее, с Троу, мне получилось еще разобраться в шпильке, из-за того, что с Стероткиным они входили бок о бок, и Стероу очень-очень плохо вышел, также я ему еще помешал с хорошим выходом, и уже направился к Стероткину, которого я догнал на второй шпильке уже за счет очень правильной в кавычках траектории, да-да-да, я знаю, что я немного срезаю, но вот такой я. И за счет этого я уже был на его хвосте, спокойно догнал его, был в зоне ДРСа, и вышел на обратную такую прямую, с небольшим преимуществом по скорости, ну и так как у меня еще был ДРС, то без проблем и обогнал Стероткина на этой прямой, еще до даже поворота. По итогу я начал лидировать до своего пидстопа, но про пидстоп мы поговорим чуть позже. И теперь переносимся в гонку самую, что у нас происходит вообще в Пелотоне. А в Пелотоне у нас происходит следующее, то что Торо Россо воюет на равных с Рикярда, то есть вот Рикярда, к сожалению, откатился по позициям, и по итогу одна Торо Россо проходит, вторая, к сожалению, не успела, но поравнялась с Мерседесом. Вот, собственно, как это выглядело, они втроем входят в первую шпильку, из-за этого второй Пелитуро Россо оказывается еще вне трассы, поскольку места просто банально не хватило для поворота всем. И по итогу, уже поравнявшись с Льюисом, они вместе проехали так до второй шпильки, в которой уже все поравнялись бок о бок с друг другом. Только за оберу пришлось гордым одиночеством проходить эту связку поворотов. Ну и что ж, по итогу, также Рикярда отыграл обратную позицию по отношению к одной Торо Россо, ну и, собственно, да, это понятно, то что Торо Россо будет терять где-то уже скорость, и плюс у Дэна тогда был еще слепстрим. На обратной прямой со второй зоны ДРС, в принципе, Торо Россо неплохо себя показал против Мерседеса, хотя, казалось бы, по идее, у Торо Россо должны быть проблемы напрямую из-за их двигателя, поскольку у Мерседеса он должен быть более прокаченный, чем у Торо Россо. По итогу болид Торо Россо, опять же, оттяжает из-за того, что Заубер решил атаковать Хэмилтона, и у него это очень удачно даже получилось, и уже позади Хэмилтона сгруппировалась такая небольшая группка из пяти болидов, но Хэмилтон тут же возвращает себе позицию по отношению к Зауберу, но, к сожалению, все-таки он отстал далеко уже от Торо Россо, и у него не было ДРСа, но у его оппонентов позади было, из-за чего Хэмилтон тут же атакует и Заубер, и Феррари, и все, кто только можно, позади. И из-за этого сразу проходят оба Заубера, которые уходят бок о бок во первую ШК, но также Вандорн позади смог опередить Хэмилтона, и по итогу Хэмилтон поедал за одну прямую аж три позиции, что для него не очень. Также Ферстаппин позади, и у меня немного филигранно разобрался с двумя форсиньями, одно он опередил еще до середины прямой, а вторую как раз уже под конец, причем даже так перекрестив неплохо траекторию. Сразу же две позиции за одну прямую, но в принципе Рэдбул, он должен быть такой способен. И позади меня тем временем два Вилимса снова отмениваются позициями, собственно у них всю гонку так вот шло, опять же какой-то непонятный ход в первую Шикану, почему-то один из Вилимсов прям очень далеко смещается вправо, не знаю с чем это связано, и по итогу теряет больше скорости даже. Потом к двум форсиндиям уже присоединился Риккярда, который догнал это все дело, и начал постепенно тоже это обходить. Поскольку у одного из болидов форсиндии возникли какие-то проблемы с ДВС, потому что он много терял на прямых, то его начали спокойно уже обходить все, и также он начал сильно вставать довольно от своего напарника. На прямой конечно же он отбирает позицию у Рэдбула, довольно интересно как у него это даже вышло, поскольку у Рэдбула был ДРС, но к концу прямой этот форсиндий смог только опередить болид Торророса, поскольку Дэн Виккярда был зажат между как раз форсиндией и Торророса, но болид в форсиндии не сдавался, он пытался бороться с Торророса, и в принципе у него это даже неплохо вышло, по итогу в скоростном правом повороте они только поравнялись, поравнялись, и до второй шиканы ехали бок о бок, Дэн за этим всем наблюдал конечно же, и по итогу Торророса держу все-таки вверх в этой борьбе, за счет того, что последний поворот в этой шикане был в его пользу, и потом у нас случается следующий момент, то что одна из второго сходит по причине того, что она вредилась в заобер, который тоже сошел по сути, а теперь офигенный пидстоп от моей команды, ОВА! Ребята, что не ждали? И по итогу, из-за того, что у меня команда была просто не готова почему-то к моему пидстопу, я проиграл время, почему немало, даже пропустил вперед Строла, и по итогу пропущу еще вперед Сироткина после пита, то есть потерял на пидстопе где-то секунду 3-4, вот где-то так примерно, из-за того, что механики просто хуепинали, и даже не думали то, что, ой, да зачем готовиться к пидстопу, конечно, да, по сути, я там немножко вышел за рамки того окна, который он должен был заехать, но стратегия, так сказать, поменялся за сейфти-кара, по итогу да, я вернулся к стратегии в один пидстоп, и даже не думал менять ее, впереди меня два Вильямса шли на медиуме, что, по сути, играло мне на руку, поскольку у меня более мягкий комплект, и я буду кое-какое время еще ехать быстро, к концу, конечно, гонки я буду ехать более медленнее, чем Вильямса, но к этому моменту, я думаю, уже отрывусь на достаточное расстояние, в принципе, для меня самому было оторваться от Строла, который шел сейчас на первом месте, чтобы он не получал слипстримы и дресс от меня, дальше уже все, он отвалился очень быстро от меня, но пока он держался в слипстриме и дрессе, он как-то еще пытался за мной угнаться, но по итогу, в принципе, у него этого не удалось, конечно, мне немного повезло, то, что в начале Вильямсы между собой много боролись, и из-за этого тела во времени, то, что было видно, потому что Феттель просто смог удержаться за ними, если бы они не боролись, я думаю, ну, было бы мне намного труднее их догнать, но все-таки я смог бы их догнать, также сейфтикар, который поменял немножко расклад гонки, поскольку изначально у меня был стратегив в 2 пидстопа, но потом она переигралась в 1, поскольку я понимал то, что 2 пидстопа в такой ситуации будет слишком-слишком довольно медленно, по итогу, последнее евабельское гран-при было выиграно, но расслабляться рано, у нас следующий гран-при это в Сингапуре, и если вы помните, то в Сингапуре у нас уже будут известны новые изменения в регламенте, и скажу я вам, они просто офигенные, когда вы их увидите в следующей серии, ну, поскольку я знаю, сплерить не буду. Рена неплохо выступили в лице Ника Хюлькенберга, 6 место, в принципе, не такое уж плохое, Феттель неплохо проехал, ну и Ферстаппин все-таки более-менее тоже на своем бредбуле неплохо проехал, Риккардо смог прорваться более-менее к обратной своей позиции. Ван Дорн, к сожалению, закончил на 12 позиции, если я правильно помню, у него было столкновение с кем-то, и он потерял часть предельного антикала, и стал заезжать, почему-то было уже после его пидстопа. Из-за этого он снова опять начал терять, но не так много, как на прошлом этапе, где он терял кучу времени. По штрафу у нас обычная ситуация, 4 гонщика получились в топ-н-го, как обычно из-за того, что столкнулись в болид, который был посреди трассе, разложился, так сказать, и из-за этого, да, 5 секунд каждый гонщик получил, который они отбыли. Тебе нахрена бывает в топ-н-го? Ну ладно, дело их. Соперничество постепенно выигрываю у Ван Дорна, ну, тут еще бы не выигрывал. Ну и перейдем к улучшению болида. Собственно, очков нам хватает на том, чтобы взять сразу 2 больших модификации в шасси. Единственное дело, где нам еще надо что-то исследовать. И беру, собственно, распределение веса, чтобы дойти до модификации, связанной с тормозами, и снижение веса, чтобы у нас уже была максимальная почти скорость, которая может развить наш болид. На этом, ребят, с вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорых встреч, ребят. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok